Друзья, привет! Это интернет-магазин Околесо и в этом видео мы с вами поговорим о новинке сезона 2017, хоть мы и в 2019 году. Тем не менее, шина достаточно, именно модель шины достаточно не старая, это Toya Proxy Sport. Начала она производиться к сезону 2017 года, на канале ее пока нет, но вот, считайте, если смотрите, уже есть. И в этом видео мы с вами поговорим, как всегда, о рисунке протектора этой шины. Мы с вами измерим глубину рисунка протектора, посмотрим на жесткость, мощность или мягкость, может быть, боковин. Изучим все маркировки, которые у нас указаны на, собственно, этой самой боковине. И поговорим о том, что говорит же компания Toya сама об этих шинах. И, честно говоря, это видео для меня будет немножечко нестандартным, потому что эта модель мне, знаете, дала такое какое-то дежавю некоторое, о котором я расскажу, конечно же. Мы, безусловно, начнем с рисунка, как всегда, мы видим, что он асимметричный, это должно подтверждаться надписью Inside и Outside, вот, собственно, она Outside на боковинах. Эта Outside, внешняя сторона должна смотреть во внешнюю часть, а эта часть должна смотреть во внутреннюю часть под автомобиль, так скажем. И мы видим, что шина обладает четырьмя продольными канавками, они достаточно широкие, вот, практически в палец в размере 225-45-17, но палец может быть и не лучший измеритель, а давайте посмотрим, сколько же это у нас на штангенциркуле получится. Воу, максимальная канавка аж почти 17 мм, это круто. Ну, соответственно, здесь немножечко поменьше, около, сколько здесь, 14, ну и так далее. В общем-то, очень и очень приличный показатель. И здесь у нас есть раз, два, три, четыре, пять продольных ребер, которые будут обеспечивать, ну, может быть, пятно контакта и нормальное, но за счет того, что есть такие канавки разгоняющие, здесь, конечно же, будет палка в двух концах. Во-первых, шина будет хорошо себя вести в условиях разных луж, воды и так далее и тому подобное. То есть, конечно же, риск аквапланирования благодаря этим широким продольным канавкам будет сводиться к, ну, не то чтобы к минимуму, а к компенсации того, что здесь не так много диагональных поперечных канавок, видите, да? То есть, они сделали как? Они сделали, что вода будет разгоняться внутри, а выходить по бокам она будет не очень сильно. Но, вместе с тем, не очень сильно будет и выходить уровень шума. Посмотрите, достаточно закрытый здесь рисунок протектора в крайних канавках, то есть, шина, как и заявляется. Я думаю, что здесь полный порядок в отношении пресс-релиза шины заявляется как нешумная. Да, я думаю, что шума от рисунка протектора здесь будет минимум, а компенсироваться управляемость в луже какой-нибудь, да? Если вы влетаете в нее, например, будет вот благодаря этим широким канавкам. Но в луже влетать, честно говоря, все-таки надо с большой осторожностью, потому что любая шина имеет свой предел по скорости, когда она начинает всплывать. Поэтому здесь такой информации никто не пишет, но вы знаете, что в любом случае любая шина может так попланировать. Тем не менее, пресс-релизы компании Toyo по этой шине сводятся к двум тезисам. Во-первых, это то, что шина будет достаточно комфортная, и имеют в виду они, видимо, именно акустический комфорт, потому что, учитывая, что она очень жесткая, друзья, именно комфорта вот такого по жесткости здесь не будет. По акустике, да, но вот в плане мягкости шины здесь вы от нее такого не ждите. Плюс ко всему, боковина, посмотрите. Если бы мне завязали глаза, подвели к этой шине и сказали, посмотри, что это за шина, я бы сказал, первое, что какой-то Runflat, наверное. Друзья, здесь какая-то безумная боковина. Она настолько толстая, что с Runflat спутать легко вообще. И вот оно, дежавю. Дежавю с компанией Bridgestone. Вы знаете, я раньше очень любил компанию Bridgestone именно из-за их классических моделей, где были такие боковины, которые позволяли по нашим дорогам ездить годами, и с шинами ничего не происходило. Это сейчас появились, знаете, вот эти модельки экологичные и все остальное. А вот раньше было именно так. Когда я любил компанию Bridgestone, я не очень любил компанию Toya. Но когда начал Bridgestone производить экологичные шины, и чем больше я с ними начал общаться, тем больше я стал, знаете, внимания обращать на Toya. Именно из-за того, что вот такие вот боковины. Почему я об этом говорю? Я говорю об этом потому, что я живу в Ростове-на-Дону, Россия, и у нас не очень хорошие дороги. Я живу на окраине, и пока я доеду до куда-нибудь до центра, либо до другого района города, я могу, знаете, играть в этот слалом, просто как профессионал уже практически, обезжая эти ямы. Но иногда есть выбор. Либо попадаешь в яму, либо идешь навстречу, либо куда-нибудь еще. Это всегда очень большая головная боль. Иногда ты ловишь яму просто неизбежно. Я думаю, вы меня понимаете. Надеюсь, в Ростове-на-Дону когда-нибудь будут хорошие дороги. Но надеяться можно вечно, потому что у нас даже классик писал, вы знаете, что он писал. И боковины для меня важны. И поэтому, конечно же, я всегда внимание обращаю на шины именно вот с такой боковиной, чтобы она была очень прочной. И здесь, я думаю, что в этом полный порядок. И мы еще посмотрим, из чего же состоит каркас шины, или корт, или армирование, как вам удобно. Это указано на боковине, к этому мы еще доедем. Мы измеряем сейчас с вами глубину рисунка протектора, смотрим, сколько же она у нас в миллиметрах. Значит, полная 7,6 миллиметра. Средний нормальный показатель. Могло быть больше, но, в общем-то, что есть, то есть. И до ограничителей, или индикаторов износа, то есть до тех бугорков, когда шина и стирается, шину пора заменить. Соответственно, делаем измерение, и у нас получается 6 миллиметров. В общем-то, в этом плане достаточно все средненько. Шина обладает глубиной рисунка протектора средней. И, знаете, еще я хотел остановиться на том, что компания ТОЯ раньше во всех тестах периодических изданий занимала либо последние места, где-то, либо где-то ниже среднего. И эта шина в тесте периодического издания, которого вы хорошо знаете, заняла пятое место из 12. Для меня это, считаю, что достижение. Ну, как для меня, для компании ТОЯ это достижение, такое место. Это достаточно высоко. Так, спускаемся потихонечку к наклейке. Мы видим 225-45-17. И видим еще эту магическую надпись, сделанную в Японии. О, друзья, у некоторых начинается сейчас приступ безудержной радости, желанием обладать этой шиной. То есть, сделано в Японии, мне кажется, эта надпись делает просто половину продаж в России для этой шины. То есть, все любят Японию. И я тоже люблю Японию. И 94Y это индексы нагрузки и скорости. 94 это 670 кг на одну шину. Соответственно, 2 тонны 680 выдерживает комплект данных шин. Это хороший, нормальный, добротный показатель. И индекс скорости Y это вообще что-то запредельное для такого размера. Это 300 км в час, друзья. На этой шине в размере 225-45-17 можно разогнаться до 300. Представьте. А многие, кстати, спрашивают в комментариях, где у нас тут разгонишься. А я вам скажу, что ведь на этой шине можно не только по России кататься, можно и в Европу съездить. А там есть автобаны с отсутствием ограничения скорости. И именно вот тогда вам и может пригодиться эта шина. Вот для чего это сделано. Ну, давайте переходить к маркировкам на боковинах. Саму боковину мы уже подщупали. Я готов ее щупать вечно, друзья. Итак, едем по маркировкам. Так, здесь указаны какие-то коды, видите, для Канады и для США. Соответственно, возможно, это имеется в виду вот эта маркировка. То есть максимальное давление, которое можно закачать в эту шину, это 50 PSI фунтов на квадратный дюйм. И это примерно 3,5 атмосферы, если перевести в наши родные, в общем-то, атмосферы. Дальше. Плайс, то есть слои, слойность каркаса. Трэд, то есть вот эта часть, состоит из двойного стального армирования, одного слоя вискозы и одного слоя нейлона. Ну, на самом деле, есть шины, у которых два слоя вискозы, те же тоя. Но здесь вот сделано так. Я думаю, что вместе с двойным стальным армированием этого вполне достаточно. И вот на боковине двойной слой вискозы. И это очень и очень неплохо. Потому что зачастую, зачастую здесь вы будете видеть однослойную вискозу, либо однослойный нейлон. Дальше. DOT говорит о том, что шина сертифицирована для продажи на территории США. Департментов транспорта шифровывается. Также шина сертифицирована для продажи в Евросоюзе Е4. Сделана в Японии. Ну, давайте еще потрем ее, так поддержимся. Мы все любим, когда сделана в Японии. Так, 225, 45, 17. Это, соответственно, размер. 94, Y. Все понятно. R это не радиус, это радиальная конструкция. Z, R обозначаются шины, которые обладают повышенным индексом скорости. Соответственно, 17 это посадочный диаметр в дюймах. Если вам нужно узнать, сколько же он в миллиметрах, вам нужно умножить 17 на 25,4. Вы узнаете это. И мы сейчас, кстати, с вами замерим, насколько шина точно в размерах. То есть, не маломерит ли она. Вот 225 миллиметров соблюдается ли. Здесь дальше указано, что шина бескамерная. Tubeless иногда обозначается TBL. Extra Load обозначает, что шина обладает повышенным индексом также на грузке. И Steel Belt Radial обозначает, что шина обладает стальным армированием. Safety Warning это предупреждение о безопасности, что шину не надо надевать на никакие другие диски, кроме как 17, и перекачивать их, иначе они могут разорваться и навредить, наверное. Ну вот, поэтому здесь мелкий шрифт я никогда не читаю. Здесь и так все понятно. Это требование американской сертификации. Итак, 225 обещал вам измерить. Наша рулетка настроена как раз таки на 225. И посмотрим, не маломерит ли шина. Ну, вы знаете, если она и не попадает немножко в размер, то в большую сторону. То есть, мне кажется, что она немножечко больше мерит. Это нормально, ничего страшного. Но еще такой есть момент, что когда шина надевается на диски, давление в нее подается, то она может немножечко встать вот так вот, и будет все очень четко. Итак, 45 это профиль, то есть в процентах от ширины. Соответственно, чтобы узнать в миллиметрах, сколько же вот здесь должно быть, нужно 225 умножить на 45%. И это будет 101 миллиметр. Давайте посмотрим. Все четко, друзья. 101 миллиметр есть. Шина не маломерит и не большомерит. Давайте перевернем на другую сторону и посмотрим, так, на эту сторону, да, вот на эту, именно на эту, на другую сторону мы ее перевернем. Посмотрим, какие маркировки есть отличные от той части. Сразу же вижу, вот она маркировочка, 40-ая неделя 2016 года, это дата производства. Вы спросите, сейчас же 2019 год, я скажу, ну да. И эта шина, видимо, из тех самых первых партий, когда она только начала производиться, потому что производилась она под 2017 год, под летом 2017 года. И они обычно производят вот в конце года на следующий год. Здесь 2016 год, ну не знаю, кому как. Ну, может быть, чуть-чуть и надо бы поискать, может быть, хотя бы 2017. Так, вот такой вот треугольничек нас ведет к тому, чтобы увидеть такие вот индикаторы, с которыми мы уже с вами познакомились. Это сделано для того, чтобы не поворачивать колесо и не искать их, найти на боковине индикатор и сразу же знать, где у вас эти самые индикаторы из носа. Так, из носа, прям-таки из носа, да. Но, на самом деле, давайте мы уже взвешивать будем и резюмировать. И, друзья, если вам нравятся такие видео, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, задавайте вопросы в комментариях. И, если вам нравится видео, поставьте лайк. А вес этой шины 10,1 или 1,1 килограмма. Это достаточно серьезный вес, она тяжелая шина. Но это классика для ТОЯ. Они всегда такие достаточно тяжеловатые, но вот это прям совсем прочное. Итак, резюме. Мое по этой шине, если вам нужна прочная шина для таких плохих дорог, это ваша шина. Если вам нужна комфортная шина, но смотря какой комфорт вам нужен, если вам нужна мягкость, не ваша, не покупайте. Если вам нужна акустический комфорт и прочная шина, берите. Это ваша шина, я думаю, что она вам понравится. Вместе с управляемостью, ну, тут плюс-минус, на самом деле, потому что по ТОЯ всегда отзывы одинаковые. Это либо очень хорошие отзывы, либо очень плохие, примерно 50 на 50. Поэтому по управляемости здесь, ну, для меня, я думаю, нормально было бы. Я, в общем-то, по управляемости практически к любой шине не имею никаких претензий. Ну, может быть, из-за специфики вождения я там дрифтом не занимаюсь, на самом деле. Но вот как-то так. Поэтому нужна комфортная мягкая шина, не покупайте. Нужна прочная, покупайте. Вот как-то так. Все, друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк, пишите в комментариях вопросы. И пока-пока.